Всем привет, вы в эфире программа Свежак, с вами Ви Джей Чак и в гостях у меня сегодня композитор, музыкант и музыкальный продюсер, еще и диджей Александр Хомутовский, более известный в узких электронных кругах как сумасшедший электронный гений, нуклеер маньяк или переводя на русский язык, ядерный маньяк или еще лучше сказать ядриной маньяк. Лучше ядерный. Хорошо, ядерный маньяк. Здравствуй, Саша, нуклеер маньяк это твой единоличный проект или в нем еще существуют какие-то люди? Ну как бы нуклеер маньяк это я и соответственно я привлекаю к участию в этом проекте различных исполнителей, может быть каких-то еще музыкантов, но здесь есть достаточно узкая такая специализация, то есть проект он выражает, ну как бы это не просто музыка, допустим, о любви, ну все сейчас поют о любви, это именно о таких эмоциях, о самых сильных, когда человек, например, в состоянии вот шока, в каком-то таком, знаешь, может, например... Любовь на грани мезума может какая-то? Да, он может в этот момент, ну или какие-то необъяснимые поступки пойти. То есть какая-то такая у тебя выносящая мозг эмоциональная музыка? Да, 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 что-то в этом духе. Ты записал свой дебютный альбом, я слышал... Нет, альбом еще не записан, альбом как бы готовится и вот назначен выход его на осень. Он мне записал дебютный альбом на нью-йоркском лейбле. А, ну это старый альбом, то есть... Вот, да, про него хочется узнать. На нью-йоркском лейбле как-то ты мудрился вообще попасть в Нью-Йорк, точнее на нью-йоркский лейбл. Ну это на самом деле все достаточно просто, ты был через интернет, отправил демо, как бы договорились с продюсером, подписали контракт. Тебя раньше заметили там, чем здесь, можно так сказать? Ну, можно сказать так. Ну и как вообще, куда теперь делся этот альбом, если ты даже про него забыл? Не, ну он до сих пор как бы продается и на всех известных порталах есть, в магазинах, на iTunes, там на том же, там везде. То есть Америка отплясывает, в принципе, твои миксы, можно сказать. Если говорить про узкое электронное сообщество. Про узкое электронное американское сообщество, не то что у нас в России. Но все-таки еще был у тебя этап в карьере, когда ты, в общем-то, был, можно сказать, на пике славы, это когда есть сингл твой, да, под названием «Fuck me», он стал очень популярен в интернете, и, наверное, даже за счет того, за счет такого провокационного. Название, да. За счет названия все-таки это еще раз доказывает, что, в принципе, проще всего продать секс, наверное, в интернете. Ну, в интернете, если вообще взять интернет... Ну, и даже не в интернете, а вообще по жизни проще всего продавать секс. Например, если не очень широко известны, допустим, работы, то благодаря провокационному названию можно привлечь определенное внимание. Если работа качественная, она может зажить свою жизнь. Но ты когда вот именно записывал этот сингл «Fuck me», ты думал о том, что... Нет, это уже потом, когда я заметил такие небывалые успехи, скажем, этой работы, я уже стал проанализировать объяснение не только в том, что, возможно, работа сделана качественно, но и благодаря такому названию, может быть, яркому. Но идея заключается в том, чтобы это превратить не просто в порно, а быть на грани. То есть, когда вот маленький шажок делаешь, и уже порно, а вот оставаться до этого шажка. То есть, как бы, все-таки эта эротика, ну, не совсем такая, как бы, такая простая. То есть, она уже ближе к порно, но, возможно, еще не до конца раскрыта. Все-таки, так или иначе, по поводу эротики того же секса, если она так хорошо продается, да, если она присутствует в твоей музыке, почему ты до сих пор не многомиллионная суперзвезда с многомиллионными тиражами, которые продаются по всему миру? Ну, посмотрим, вот новый альбом выйдет. Ага, то есть, у тебя все впереди, но ты уже готов к славе и богатству. Ну, просто, на самом деле, если взять концепцию, то сначала, как любой музыкант, я, как бы, что-то делаю, так потихоньку еще свой звук и объединяю, вот что-то, как бы, создавая. А уже через какое-то время пришло уже понимание того, что я хочу выразить в музыке, какие эмоции. Вот, и, соответственно, концепция вот уже проекта и альбома, она вот родилась, грубо говоря, два года назад. И вот все это идет к этому альбому. Я прочитал в интернете, ты познакомился с выпускницей Гнесинки Гульнарой Айтпаевой, да. Она и вокалистка вот как раз в песне «Ты в моем сердце» и еще несколько релизов у нас совместных. Ну, ты вот когда с ней познакомился, ты же должен был ей как-то объяснить, сказал, Гульнар, ну вот я играю что-то типа там, ты же не рассказывал про секции, про эротику. Ну, именно в каком стиле вот nuclear manning? Нет, ну, у нас же есть, как бы, это вообще смешение, там, drum and bass, breakbeat, даунтемп, различных стилей. Ну, можно отнести к мейнстриму, как бы, то, что происходит, потому что конкретного такого звучания и придерживания определенного стиля нет. Вот, и, соответственно, когда мы с ней познакомились, мы просто эмоционально совпадаем, то есть мы как бы без слов друг друг поняли. Даже получилось достаточно просто, у меня были там половины стихов, как бы, к одной песне, она достает, как бы, наброски свои, у нее получается продолжение к моим, там, то есть мы эмоционально друг друга чувствуем, поэтому очень легко с ней работать, и все прям легко получается. Ну, расскажи все-таки о клипе, кто его режиссер? Режиссер Пономарева Татьяна. Она как раз явилась и инициатором этого видеоклипа, и режиссером, и, собственно, всю постановку, актером, всем, собственно, она занималась, вот, и так что тут моего особого участия не было. Единственное, потом уже в озвучке, как бы, и уже звукорежиссерской работе я, конечно, принимал участие. Ну, я прочитал интернет, что Пономарева Татьяна, она, в общем-то, выпускница в ГИКа. Даже не выпускница, она еще студентка, она еще учится, да. Но все равно, наверное, уже закончила сейчас, недавно выпускной был? Я думаю, нет. То есть, смотри, у тебя поют, выпускница Гнесинки, практически уже выпускница в ГИКа делала видеоклип, то есть, случайно, не тот самый маньяк, который охотится за выпускницей, знаешь, такие бывают? Ну, наверное, так. Если бы тебя позвал кто-нибудь в школу сыграть на выпускном для... Не, я думаю, для выпускного моя музыка, она мрачноватая, жестковатая. Слишком радичная. Можно просто всем настроение уже испортить заранее, что их ждет в будущем взрослой жизни. Ну, по-другому, когда уже все учителя даже спят, можно, в принципе, сыграть. По поводу маньяков, опять же, хочется у тебя спросить. Я посмотрел клип, и мне показалось, что клип именно, опять же, про какого-то маньяка, который... Ну, отчасти, да. Ну, как бы ты человек, который... Просто я когда вижу в кадре человека с огромным пауком на плече, и который просматривает судорожный видеофайл и что-то там крушит, то мне кажется, он маньяк. Расскажи, да, про сюжет клипа. Ну, сюжет клипа, как бы, может быть, и в чем-то и банален, может быть, и нет. Вот. Тут, как бы, история, ну, там, понятно, о любви между мужчиной и женщиной, которая кончилась достаточно грустно. То есть, им не суждено было быть вместе. Вот. И, соответственно... Все-таки он был маньяк, я угадал. Ну, наверное. И он, как бы, он просматривает, и, как бы, роется в себе, почему это произошло. Как бы, воспоминаниях, смотрит кадры, где они вместе. Вот. Ну, как бы, грустная история об этом. Раз уж недавно был выпускной, я предлагаю этот клип подарить всем выпускникам, и особенно выпускницам, и Гнесинке, и Евгика, и вообще всех вузов, которые недавно совсем закончили учиться. И пускай смотрят и грустят. Смотрим Nuclear Maniac. Как ты в моем сердце. Как ты в моем сердце. Кто из нас, чья мина? Не ответит никто никогда. Заплатил за любовь, А трофил был любой. Солнце. Это кле. Продолжение следует... В небе тает соля, Ронить вечно нельзя. Ветер рвёт, Провода прочь уносит снов, Плачу я и храню, В своём сердце верну, Плачу за любовь, От славы моя боль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова